Рем Дига, его настоящее имя, Роман Воронин, родился 1 февраля 1987 года в городе Гуково, Россия. Окончил городскую школу номер 23 и музыкальную по классу фортепиано и гитары. В начальных классах познакомился с творчеством американского рэп-коллектива Onyx, после чего самостоятельно начал учиться чтению речитатива. Сочинив несколько собственных музыкальных композиций в 11 лет, мальчик выступил перед сверстниками. На двух синтезаторах ямах Ай-гитаре юноша не переставая создавал новые композиции для выступлений. После появления компьютерной программы хип-хапа Яй-музыка Воронина приобрела новое звучание. Роман стал школьной знаменитостью и после окончания десятилетки решил создать музыкальную группу. Совместно с рэпером Шамой он организовал проект Suicide. У рэпера есть девушка, которую зовут Вика Нальчакова. Виктория профессионально занимается фотографией, у нее есть собственная фотостудия. Девушка поддерживает творческие начинания романа, чувство к возлюбленной побудили рэпера на создание альбома Черника. Молодые люди до сих пор живут в Гулково. Пока Виктория не стала женой музыканта, но это никак не мешает их личной жизни. Роман предпочитает находиться вдали от шумных городов. Рэпер любит экспериментировать с головными уборами, но чаще предпочитает тюбетейку. Рему близок восточный стиль в одежде, хотя по национальности он русский. За год существования группы Suicide его участники записали диск «Брутальная тематика». Работа по созданию материала проходила на звукозаписывающей студии музыканта коллектива Каста. Молодые исполнители понравились Хамилю, и он познакомил начинающих рэперов с остальными участниками касты. Через год Воронин отложил музыкальную карьеру, так как его забрали в армию. Отслужив в ВДВ положенный срок, молодой человек вернулся на родину и начал работу над первым сольным альбомом «Периметр». В 2009 году в результате несчастного случая Роман повредил позвоночник и стал инвалидом. Привычка лазить по балконам без страховки сыграла с Воронином плохую шутку «Он упал с четвертого этажа и чудом выжил». Лежа в неподвижном состоянии на больничной койке, рэпер встретил выпуск «Периметра», в который вошли треки «Верю», «Давай сделаем так», головы которой убитые параграфа. Ценители рэпа отметили мощность и мрачность звучания музыкальных композиций первого сборника автора. Биография Рема Диги и причинами травм и болезни начали интересоваться поклонники. В 2011 году Дига издал новый альбом «Глубина», не менее жесткий и злой. Диск вошел в девятку лучших новинок сезона по мнению порталов rap.ru и prorap.ru. Над музыкой помимо Рема, работали солист группы «Каста», «Влади», певец из «Триады», «Негатив» и рэп-исполнители с США «Хэл Раза». Отдельным хитом выходит песня «Милая моя», «Кария глаза». В этом же году Рем Дига решился на участие в двух рэп-баттлах «Инда Баттл 3» и «Аикс Баттл» от «Хип Дефис Хаб.ру» для певца не помеха даже проблемы со здоровьем. В первом конкурсе ростовский музыкант дошел до пятого тура, а в другом получил второе место. Еще одним событием уходящего 2011 года становится совместная работа над альбомом «Убитые параграф» и с коллегами с Сахалина коллективом Black Market. В 2012 году дискография рэпера пополнилась очередным шедевром лирическим сборником Черника, на треке из которого «Тайна», «Белые банты», «Шмарина», «Безумное зло» и «Кабардинка» Рем Дига создал клипы, во всех снимался сидя в коляске. В этом же году состоялся совместный концерт российского рэпера и его кумиров американской группы «Оникс» в ростовском клубе «Тесла». Первое сольное выступление уже известного по студийным записям рэпера собрало 2000 человек в концертном зале петербургского глав-клаб. На вручении премии «Стейдем Рама» 2012 Рем Дига попал в номинацию «Прорыв года». В том же году Роман поучаствовал в коллаборации с Гуфом, записав трек «Тайна». Вслед за этим вышел и клип на новую композицию, часть сюжетов для него взяли из гастрольной жизни артистов из их концертов. 2013 год ознаменовался выпуском сборника «Корень», куда вошли свежие песни музыканта и его ранее композиции, а через год в продаже появилась новая работа автора «Людоед». В 2014 на канале YouTube стартует показ видео на треке «Вий, город угля, четыре топора». Через год в интернете появился клип на песню «На юг», который за месяц собрал 900 тысяч просмотров. Вслед за этим музыкант снял ролики на композиции «Атлантика, далеко улицы молчат». При участии рэп-исполнителя из Израиля Айзре Арем Дига выпустил трек «Плюс 500», который известен также по словам из текста «Танцуй, киса». В последние дни 2015 года Дига и F.D. Вадим подарили поклонникам новый альбом «Граната». В начале 2016 года состоялась презентация очередного альбома Рема Диги «Черника» и «Циклоп», в который вошли треки «Анаконда», «Дикарь», «Дон Стап». В создании диска, помимо автора, участвовали рэп-исполнители Мэня, «Отпусти», «Кажи обойма», «Бывшая», «Влади» и «Искра», «Вернусь» и группа «Триада», «Помада». Осенью того же года состоялся релиз сольного альбома 42-дроб 37, хитом которого стала песня «Шахта». Рэпер периодически создает треки на злободневные темы. Его волнуют войны, на юг, и разрухи. Трек «Шахта» появился после того, как в Гуково закрыли последнюю шахту по добыче угля. Люди остались без работы и зарплаты за год. Кадры съемки забастовок рабочий Хрем Дига использовал в создании клипа. В этом же году певец поучаствовал в создании песни «I got love» вместе с рэп-исполнителями из Осетии Эншпилем и Эммы Яде. Музыканты засветились в российском рэпе в качестве дуэта в 2015 году, а до этого долгое время работали поодиночке в клубах Владикавказа. Релиз принес огромный успех всем исполнителям. А клип «Мияги» Эншли и Реммы Диги набрал огромное количество просмотров и вывел артистов на новый уровень. В 2017 году состоялся ряд громких премьер при участии Диги. Это, прежде всего, сольные работы песни «Ультиматум», «Конфетка и в огне». Клип на последнюю композицию создан после поездки в Донбасс. Рэпер поддерживает ополченцев непокорной республики и часто ездит в горячие точки с концертами. Премьера клипа, который сняли в разрушенном Донецке, состоялась 7 мая 2017 года. За месяц на канале YouTube-видео посмотрели 1 миллион 100 тысяч пользователей очередной рекорд для Реммы Диги. Пополнилась и коллекция совместных работ рэпера с коллегами по цеху. В марте 2018 в сети появился клип «Дорога домой», созданный в соавторстве с Крис Йенг. В мае легендарная группа ростовских рэперов каста презентовала альбом четырехглавы «Орет», в котором одна из музыкальных композиций «Привет» была написана вместе с Реммом Диггой. Затем состоялась премьера песни «Обними Мэния и Ремма». Певица уже не первый раз сотрудничает с Диггой. Ее голос можно услышать в песнях рэпера «Город угля», «Отпусти». Работает Мэния также с кастой и Каспийским грузом. Еще одна песня «Делай любовь» появилась в списке его работ в конце августа. Ее артист записал вместе с певцами «Елкой» и «Звонким», с последним он и ранее создавал треки. А спустя некоторое время коллеги сняли «Наделай любовь» клип. В 2019 году артист представил клип на композицию «Почему дрожит осина», которая вошла в выпущенный в 2018 альбом «Тюльпан», ставший продолжением творчества после двухлетней паузы. У Рема Дигги есть две стороны – мрачная и романтическая, видеоролик отображает первую.